На самом деле записываю это видео уже третий раз. И мне просто уже, не знаю, жутко надоело комментировать одно и то же. Но решила уж сделать все по-хорошему, чтобы качество было и все такое. Записываю уже вечером, считай, уже 7 часов, поэтому под светом лампы. Итак, да, начнем, пожалуй. Пожалуй, наконец-то у меня появился штатив, и теперь я могу записывать и скетчбуки, и процессы. Возможно, будут в скором времени, кстати. Так как у меня накопилось уже 4 скетчбука законченных, я думаю, не буду снимать и выкладывать все в одно время. Будет по одному видео в месяц. И вот начиная, собственно, с января, а в следующем будет феврале, соответственно. И начнем, пожалуй, снова, опять начнем, да? Надеюсь, это видео не выйдет минут в 20, так что надо все как-то пооперативней, побыстрее. Тут, кстати, я много чего не сканировала и не выкладывала, поэтому будет интересно смотреть. Очень даже, я думаю, один из самых лучших моих скетчбуков по качеству, из всех тех, что я делала до этого. Тут все в карандаше, никаких туши, ничего, ни фломастеров пока тут еще нет. И, кстати, самый лучший по качеству скетчбук, который отклеился. То есть, вообще не знаю, какому человеку могло прийти в голову приклеить блок к обложке на двусторонний скотч. И в итоге села я, значит, в самолет, открываю скетчбук, хочу порисовать, и у меня подыщ. В итоге, вот, следы клея, собственно, клей у меня появился где-то в июле месяце. Кстати, начала я его в конце июня и закончила в конце августа. Клей появился в июле. И до этого времени я рисовала отдельно на блоке, использовала обложку как подставку. Так что, все очень весело, да. Зато, в принципе, плюс, мне кажется, освещение от лампы, что будет лучше видно скетч, и не будет сильно, я не знаю, там, пикселей-пикселей, всего такого. Так, ну, собственно, перейдем к скетчбук, я думаю, к содержанию. Снова близнецы. Это заря моего увлечения Ашером. К тому времени я его рисовала очень мало, и сейчас не рисую вообще, потому что в транзистор давно не играла. Может быть, в принципе, и перепройду, чисто из-за его голоса, потому что он, в принципе, там тонком не появляется, только вот голосовые записи. Это за несколько дней до моего дня рождения было. Персонажи Наташи, которых я стала шиперить просто так, без повода. Да, как там Настя говорила, слава персонажей? Ну, вот, тот смучий. Кто-то нежданно-негаданно решил нарисовать Бамбумби после просмотра, вот как раз последней части Трансформеров. Я жутко не люблю рисовать доспехи, механику, вот все такое, что-то сложно, я не знаю, но не люблю. И тут главное, посмотрела, приходим с мамой, потом в этот же день обратно в квартиру, которую снимали, точнее, в комнату, но не суть. Думаю, хочу нарисовать Бамбумби. Взяла и зафигачила за полчаса Бамбумби. Почему бы и нет? Кто-то резко стал шиперить Сэма и Бамбумби. Причем, опять же, после просмотра последней части Трансформеров, где Сэма не было. То есть, вот только после того, как Сэма убрали, я начала их шиперить, потому что, о боже мой, мне не хватает Сэма, несмотря на всю его дурацкую бамбумбу местами. И тут, кстати, тоже довольно классный Бамбумби. Вообще не люблю механику. Вообще. Тут, кстати, еще одна очень логичная ситуация. Дело в том, что я практически не рисую персонажей, от которых жутко тащусь, вот прям, не знаю, до истерики. То есть, у меня жутко, 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 все очень жутко. Так, по-другому скажем. Я в третьем классе очень, не знаю, балдела от Зика и бегала все время со школы. И вот реально бегом до дома, чтобы успеть посмотреть новую серию Шамана Кинга. Я практически не рисовала его. То есть, все началось в третьем классе. И я дальше и дальше, в принципе, все остальное время тоже от него тащилась, но не рисовала. То есть, буквально пару страниц, может быть, и все. Логика. Да. Это вообще очень классные скетчи. Кстати, вот, возможно, мой фотоаппарат решит снова отключиться. И поэтому будет все видео не из одной, а из двух и из трех частей в одном видео, соответственно. Ну вот, по кусочкам. Так что, просто на всякий случай предупредила. Такое бывает. Это продолжение темы. Какое у него блядское лицо. Мы вообще, вот, я это сидела и рисовала вместе с Юлей. Первый скетч, по-моему, был... Ну, так, первый вот этот, второй вот этот. То есть, это я еще не нарисовала. Когда я закончила его лицо, я просто взяла салфетку, накрыла ей и продолжила рисовать дальше. Я просто не могла смотреть на это, поэтому... Вот. Это, собственно, Юля нарисовала потом. И единственная мысль после того, как я увидела, была, лишь бы мама не увидела. И в итоге мама очень даже увидела, потому что нежданно-негаданно решила взять, посмотреть мой скетчбук. Обычно, я не знаю, чуть ли не сама ей пихаю свои блокноты или там просто листы с работами. Мама, посмотри, что я сделала. Мама, мама, посмотри. А тут, значит, сама взяла, открыла и увидела. И после этого весь день смотрела на меня странным взглядом. Я только под вечер поняла, что произошло. Вот. Это всякие, не знаю, несерьезные скетчи. Тут по ассасинам. Я, скорее всего, сделаю стикеры с ними. Как раз у меня, ну, в процессе сет наклеек по ассасинам, в принципе, я уже давным-давно рисовала. И у меня куча пустого места, я, скорее всего, заполню его этим. Блядские губы. Арно. И братишки. Это женские версии или фем-версии Мэтта с Лансом. Помнится, просто Настя очень давно просила. Я решила нарисовать в какой-то веке. Так. Да. И еще забыла предупредить, что, возможно, будет виден шнур от микрофона. Если его не видно, то все прекрасно. Если же видно, я и извиняюсь. Вот. Чтобы, опять же, мне не переснимать по 150 раз. Потому что кто-то такой перфекционист. И кто-то не может нормально расположить, я не знаю, шнур. Ну да ладно. Идем дальше. Извиняюсь, если бы уже что-то видно. Вот. Это еще одна очень логичная ситуация. Логичная в кавычках, опять-таки. Вообще, это рандомные персонажи из Девиан Тарта, из всяких групп. И я даже отсканировала это. Но не стала ни резать, ничего. И в итоге не отправила вообще ни одного скетча владельцу персонажа, собственно. Нарисовать, чтобы об этом никто не узнал. Почему бы и нет. Так. Это, пожалуй, самая крутая страница во всем скетчбуке. Потому что тут фон, диван, зеркало. И они почти в полный рост. Так скажем, два с половиной. Это моя вампирская троица, если кто-то не знает. Опять же. Ну, это, конечно, троид. Но совсем не люблю механику. Вообще. И, кстати, опять-таки плюс с лампой, что вот такие светлые скетчи, скорее всего, будут нормально видны. Потому что там еще будут очень желтые и очень зеленые наброски. Поэтому, в принципе, даже и неплохо, что перезаписываю с лампой. Это Рамоны из Кота Пилигрима. Тоже троид. Я думаю, можно было сделать все намного круче. Но так вышло. Да, и тут, кстати, я не изрисовывала вообще вот вторую, левую страницу. Вторую страницу, ну да. Потому что, не знаю, не хотела. И плюс вот эти все изгибы. Тут кто-то просто очень усердно склеивал тетрадочки для блока и перестарался. И я в дальнейшем тоже буду пропускать некоторые листы, потому что они слишком склеены. Ну, вот стык как раз тетрадочек. Что-то я много на левую тему болтаю в этом видео. И в итоге, наверное, и выйдет минут на 20. Так что, да, извиняюсь. Это Гарри с Драку. Тоже как-то неожиданно решила нарисовать. А, или это Юля попросила. Юля, которая... Дорогая Юля. Необычная. Не знаю, как объяснить. А остальное я все делала, дорисовывала на почте. Пока стояла в очереди. Так, это темати... Тут несколько будет таких тематических страниц. Опять-таки, строится. Это Эмили. Это Тео. Не буду сильно, не знаю, задерживать. Потому что я это все сканировала и укладывала на паблик. Очень милый обмен. У него веночек с костями и с розами. А, они его очень любят. Так вот, собственно, пропускаю такие. Это я тоже сканировала. Грозь, печальные моменты. Ай. Да, я очень люблю разумно использовать место свободное. Не свободное место. Место свободное. Большая разница. Это Мэтт в тех случаях, когда он одевался как деваха и обманывал богатеньких. Прикол ради. Или иногда даже наспор, я не знаю. И он очень красивенький. И я подумала, что он настолько прекрасен, чтобы рисовать еще что-то на этой странице. Поэтому это его личная страница. Так. А тут вон даже дата написана. Это мы сидели с Костей на сходке. В итоге у нас была сходка для двоих в большой сходке. Просто, что я до этого ходила, меня как-то не особо приняли, что ли. Я сидела так в сторонке и рисовала чисто для себя. Что и в случае с Костей, с нами тоже особо никто не общался. Поэтому мы сидели и болтали друг с другом. Мы рисовали скетч-букл друг друга. Поэтому. Вот. Его скетчи. Это снова Мэтт с Ланцем. История о том, как кто-то хреново сдал рисунок. Ну вот, собственно, то, о чем я говорила. Фотик снова выключился. Поэтому извиняюсь. Так. Я закончила на приколах. Часто, когда ходила по улицам, все время, часто, все время... Отличный рассказчик. Просто... В общем, мне давали кучу купонов на скидки в Бурагаче, я не знаю, там, во всяких вот именно фастфудах. И я ими не пользовалась. Но сам факт, что... Ну, как... Как это сказать? А? В общем, у меня была куча купонов в карманах. Их можно было вот так вот разрывать, собственно, вот эти... Оторванные они летят. И мне просто хотелось вытащить все из карманов выпускать вот так вот из скидки на еду. И вот, собственно, и писала. Не знаю, приколы ради на скетчема. Так. Это продолжение посиделок с Костей. Тоже на следующий день, по-моему. Или, может быть, через несколько. Ну, он тогда просто был в Екатеринбурге. Тоже с экзаменами и всем прочим. Поэтому мы сидели не раз. Его, парисульки. Он такой милый. Так, снова пропускаю. Да, уже и хрипеть начинаем. И еще бы три раза за день записать одно и то же видео. И откомментировать все полностью. Так, я надеюсь, все-таки не видно микрофона. Ей-богу. Пожалуйста. Это, опять-таки, рисунок Костей. Всем оставаться на злых местах. И наши рюкзаки. Я не знаю, почему я вообще так упоролась. Из чего вдруг нарисовала. Но просто они были такие милые. И мы сидели, получается, вот так. Рюкзаки у нас стояли вот так. И они как бы... У меня был розовый. У него черно-красный. И он именно красный вот на этих местах. И думаю, ой, он стесняется. В общем, вообще, это жуткая аккуратность. Поэтому просто пойдем дальше. Снова Мэтс Мансом. Пару капель инцеста в Большом океане Королева инцеста. Так, это концепты для Троицы. С шматьей, прически всякие. Снова они... Кстати, я так подумала. Еще один плюс. Съемки с лампой. Я, скорее всего, не буду вообще редактировать яркость изображения. Так что... Очень даже неплохо. Это ланс с Ирвином. Я не помню вообще, выкладывала или нет. И я надеюсь, раз уж снимаю при свете лампы, можно будет прочитать, что тут написано. В слух я этого делать не буду, но если что, стопорнете и почитаете. Так. Снова пропускаем. Это Наэль и Лаем. Вообще, кстати, очень странно говорить именно о герцинаже в слух. Потому что я тонко о них не рассказываю. Пишу все время в сообщениях. И просто вместе. Они звучат так странно. Не знаю. Это зарисовки. Не знаю. Один из вариантов их первой встречи. Потому что фики, которые писали по ним, там немножко все по-другому. Но вот это, в принципе, совпадает. Это по поводу кафешки, клуба, я не знаю, бара или чего-то там. Не очень, по-моему. Это халява на паблике. Ну, как не еженедельная рубрика «Слови скетч». Тут вообще я никогда особо не рисовала подводный мир, рыбак и прочее. Хотя тут этого довольно мало. Но решила просто совместить халяву и практику. Хоть какую-то там еще и деваха к тому же. Воу. Это вообще вот на это не смотрите совсем. Это убого. Джек с Экингом. Летом я почему-то их тоже довольно часто рисовала. Это кто-то посмотрел «Дивергента» первый раз. Вообще фильм не впечатлил. Потому что, ну, стандартно для лет так 13, наверное. Забьем. Просто решила наскетчить, потому что Эрик, по-моему, если не ошибаюсь, актер, именно который его играл, жутко похож на Энди из группы, которая писала саундтрек DMC. И я знаю, как она называется. Просто я не люблю говорить названия по-английски. Говорить их, в общем, да. Тут скетчи с Питером и Гарри из Паука. И вообще, кстати, сейчас все довольно сложно, потому что я не могу понять, какой пиринг мне нравится больше. Собственно, Питер и Гарри или Питер и Дэдпум. Хотя я ни разу не рисовала второй, потому что там, я не знаю, нужно мочь в мускулатуру, в анатомию. И все должно быть очень круто. А я пока сомневаюсь, что так смогу, поэтому не трогаю их. Хотя, в принципе, кто запрещает рисовать их без костюмов? Это было очень пошло. Без костюмов, в плане в цивильной одежде. Так, дальше идем. Ладно, все. Это скетчик днём рождения Юлии. Там еще просто будут поэтому скетчи. Это просто для себя. Снова вампир и росланка мужского пола. Снова для Юлии это трейд. Вообще, ни разу не рисовала маленьких девочек, но это вышло довольно милой. Снова трейд. Надеюсь, видно все-таки, что тут нарисовано. Это Ланс и Ирвин. По частым просьбам Юлии, потому что она все время возмущалась. Почему ты рисуешь все время Ланса с Мэттом? Хотя у него парень есть, как бы у Ланса. В общем, нарисовала чисто для Юлии. А ниже это снова трейд. Еще один трейд наброски. Опять, я не помню. Это, по-моему, был пока что трейд, а потом я еще рисовала подарок для Юлии. Вот. Ну, это опять-таки все для Юлии, по сути. Так, снова пропускаем. Я уже хочу пить. Но я не могу налить себе попить. Так, дальше идем. Это деваха из Доктора. И опять-таки тут можно было сделать что-то получше. Я не знаю, фон какой-то или еще чего-то. Но все ушло вот так. И я, по-моему, не смогла вообще в похожесть. Поэтому пойдем дальше. Снова любимая моя парочка на то время. Не смотрите на эти руки, пожалуйста. Это как подбородки, только руки. Так, и опять же, я надеюсь, видно будет, что тут нарисовано. Они же это зарисовки. Я не знаю, как назвать. Ну, вот была просто такая штука. Торж, по-моему, тоже рисовала на нее. Что, если бы ты был во вселенной разных фильмов, мультиков, аниме и прочего. И я писала на паблик по поводу фандомов. Так, ну, в общем, почему я была это все вообще снять? Если бы Даша была во вселенной Гарри Поттера. Если бы Даша дралась с титанами. Если бы Даша была в мультике, как говорит Джинджер. А тут, как Настя писала, сфоткай типа стражницы. Вот, снова пропускаем. Это скетчи для штуки про 10 фактов о персонажах. Специально нарисован для этого. Нейль, его братик и, собственно. Так, это задание Саска. Реквесты Мэтты Русанка, которая выбросила на берег. Снова реквесты Нейль и Локи. Вообще, без понятия, почему попросили именно их. И тут Нейль такой злой, потому что он голодный, а богов не едят. Вот. Такие легкие набросочки с Мэттом. Люблю его с кролями рисовать, но при этом периодически забываю, что они у него вообще есть. Рисую нормальные руки вообще. Отличный создатель. Это Нейль кормит лебедей. Опять-таки, Саска. Вот что значит, не везет. Не фотик отключится, так память закончится. В итоге, аж из трех частей. В общем, ладно, продолжим. Легкие наброски с Клео. И тут Мэтт. И они очень классные. Я не знаю, почему, но мне нравится очень эта страница. Хотя тут, опять же, все так и зарисовано. Так. Это портретные наброски с Кираном и Саймоном. Вообще, когда я очень увлечена каким-то фандомом или какими-то персонажами, им нужно потом в дальнейшем рисовать так, чтобы было похоже. Ну, хотя бы немного. Я всегда перед тем, как рисовать в своем стиле, сделаю, говорю, делаю вот такие вот портретные зарисовки. И тут, в принципе, вот самый крутой, наверное, Саймон. И последняя страница Киран с Пахарон. У него была такая классная шляпа и платок. Вот. И да, это последняя страница. Очень вовремя кончилась память, конечно. Спасибо тем, кто смотрел. Как я уже сказала, новое видео будет в феврале. У меня осталось еще два тонких и один толстый скетчбук. Есть еще такие, которые, ну, как сказать, вот прям скетчбук скетчбуком, где всякие такие несерьезные быстрые вещи нарисованы. Вот. Я надеюсь, смотреть было интересно. Опять же, пишите комментарии, если хотите. Будет интересно почитать. Все время говорю одно и то же. Да. Ну и все на этом, я думаю. Пока.